Девочки, мальчики, всем привет, добро пожаловать на мой канал, меня зовут Жанна, я парикмахер и сегодня у нас с вами будет просто трешовая рубрика реакции, где мы с вами будем только смотреть одни сплошные конфликты в салоне кресты, разбираться кто же прав в салон кресты или клиент. Или это просто клиент со своими фантазиями хочет от мастера просто невозможного и безусловно все видео будут связаны с темой волос и каких-то неудачных окрашиваний, поэтому я знаю, что вы очень любите такие видео, поэтому буду вас просить поставить лайк на мое видео. У меня, кстати, на канале есть огромный большой плейлист с реакциями на всякие жизненные неурядицы, на реакции на окрашивание и на какие-то треш-случаи типа судов с салонами кресты, поэтому если вам нравится, обязательно перейдите и мы начинаем. Сегодня я вам расскажу, как Красиво Проджект довело меня до слез. Приехала к ним на окрашивание сложной техники Airtouch. Все-таки они заявляют, что у них работают самые лучшие колористы. Я уже три года крашусь постоянно в блонд, показала им видео, конечно, я хочу добиться своих же волос с предыдущего окрашивания. А что такое Красиво Проджект? Это украинский салон красоты в Варшаве. Ну, девушка в данном видео говорит, что это какой-то супер-попер-топовый салон. Наверное, среди украинцев да, но среди поляков здесь есть салоны с намного более высоким ценником. И моих волос мне сообщили, что такого же эффекта они не смогут добиться, потому что окрашивание было сделано не совсем качественно. Я решила, что спорить не буду, так как им виднее и качество волос дороже, чем блонд посветлее. Первый прикол учился, когда в салоне, который ставит большой упорный сервис, мне несли кофе 30 минут. То самое интересное, сделали они это только тогда, когда Лера Рума села в соседнее кресло на процедуру. Наверное, персонал решил, что пора пошевелиться. Я спокойно работала, села сушу в процессе, так и понимала, что буду сидеть долго. По поводу того, что не принесли кофе, а принесли его только через 30 минут, безусловно, девушке могло быть обидно. И от этого, знаете, от одного маленького негатива уже могло пойти вообще недовольством и салоном и самой процедурой окрашивания. Но с другой стороны, я хочу сказать и защитить как бы девушку, да, неприятность там какому-то блогеру, типа тут же приносит кофе там и там, не знаю, шоколадки. А ты, как обычный клиент, попросил и тебе нихера не принесли. Ну, честно говоря, ты думаешь, что с тобой что-то не так. И вообще, ну, крайне неприятная ситуация. Мне кажется, в салонах красоты, так же, как и в любом здоровом, нормальном обществе, ну, клиенты должны быть равны. И вне зависимости от того, у них один подписчик в инстаграме или 100 тысяч. Приехала в 10.30, закончили работу мы примерно в 19.30. Посмотрев на свое окрашивание, я сразу поняла, что оно немножко темнее предыдущего. Но, в принципе, не критично. Но, когда я приехала домой, у меня началась настоящая истинка. А почему? Я рассказала во второй части. Ну, по поводу того, что получилось у девушки сразу, ну, в салоне красоты, как по мне, реально очень-очень похоже на то, что у нее было. Тот цвет, который она показывала на первой фотографии, честно, он выглядит, как будто бы это блонд совершенно не затонированный. Но вторая работа, на мой взгляд, выглядит намного дороже, чисто визуально. Потому что я не люблю такой белый бумажный блонд. Ну, конечно, как бы каждому свое, если клиент его просил и мастер предупредил, что такого блонда не будет, да, что не будет такого супер белого цвета, то все претензии клиентки, как бы, да, ну, здесь не напрасно. Потому что, если мастер одно бы делать, да, он бы не предупредил и сказал, да-да-да, я сделаю, как на картинке, а вы что такое? Ну, да, еще можно понять клиентку, что она там как-то возмущается. Но если мастер предупредил, то вообще не могу понять, в чем здесь, как бы, проблема. Ну, давайте посмотрим, как ситуация развивалась. Видев конечный результат в салоне, я заметила, что оттенок немного темнее обычного, но из-за освещения мне он показался чистым и нейтральным оттенком блонда. По приезду домой я увидела, что из моего чистого блонда, с которым я пришла, сделали теплый русый оттенок с пятнами по всей длине. Просто посмотрите на мою реакцию. Просто, чтобы вы понимали, впоследствии, похода, самый охуенный салон в Варшаве. Топ, блядь, номер один. Они тупо закрасили темным пигментом осветленные пряди, сказав, что это будут... Девочки, ну вообще не стоит так переживать из-за оттенка, потому что блонда смывается все и слетает буквально за 2-3 недели. Даже если вас прокрасили мяч на краску, но все равно оно рано или поздно, ну там, может быть, не через 1-3 недели, вернется ваша база. Тонировка надолго не держится. И меня сильно удивило, почему девушка там провела в салоне вообще просто целый рабочий день. Это очень-очень странно, потому что твердлач, он делается долго, ну 4-5 часов на густые волосы. Но что он там делает целый день? Мне кажется, что здесь не хватает, как бы, какой-то, знаете, информации в этой истории, потому что выглядит очень странно. Но хочу сказать, что плакать точно из-за оттенка волос не стоит. И в салоне, понятное дело, там яркий свет, а дома у вас там нет профессиональной лампы, да, вот такого для съемок, как у меня или нет. Просто как бы какой-то яркой люстры. У меня здесь точно так же в польских квартирах, это как бы не сильно популярная тема, такое яркое освещение, знаете, как у нас. Вот, поэтому, безусловно, видно, что это просто разница освещения. Но вот здесь она показывает на улице, да, как выглядит этот цвет. Ну, темнее, согласна, я согласна, темнее, чем то, что она просила. Но, опять же, это не такая катастрофа, чтобы рыдать, потому что с блонда смывается абсолютно все. Было сделано для плавности перехода. Сейчас я вам покажу, насколько плавный переход при аиртаче мне сделали. К тому же, сами локоны были сухими и путались. Хотя обычно после похода в салон локоны податливые и послушные. Я сразу написала им, что недовольна результатом, совершенно не нравлюсь себе в таких голосах. И сначала они просто читали сообщения. Итак, давайте посмотрим, что же написала клиентка. Боже мой, она такой маленький скрин приложила. Итак, я пришла домой, посмотрела в освещение, стало еще темнее, чем перед окрашиванием. Свет слишком теплый и темный. Короче, нас сбрасывает им фотку, как было классно у предыдущего мастера. Все понятно. Вот, и давайте посмотрим, что ответил салон на это. В следующий день я все-таки получила обратную связь. А какой выход из ситуации мне предложил самый раскрученный салон Варшавы? Я рассказала у себя в Инстаграм. Скажу вам так, никогда не была в таком шоке от непрофессионализма специалистов. Ну, короче, все они могли предложить. Помогли предложить там или какую-то восстанавливающую процедуру, или как-то переделать, перетонировать девочки. Но если у вас есть такая ситуация, что вас там в салоне сделали как-то не так, вы хотите исправления, честно, ну, я бы не рискнула уже своими волосами, потому что, во-первых, вы же зашли в конфликт там или в начальную стадию конфликта с салоном красоты. Во-вторых, типа с мастерами, если этот же мастер будет вам переделывать, ну, вряд ли он сделает что-то лучшее. Вероятнее всего, вас ждет осцепление и повторное как бы тонирование, которое не внесет какую-то положительную частичку в ваши волосы. Объясню почему, потому что с каждым последующим тонированием состояние ваших волос, оно все ухудшается и ухудшается. Поэтому я бы 10 раз подумала, вообще, стоит ли идти назад в салон красоты. И давайте посмотрим следующую историю. Девушки, я хочу оплатить за мытье волос, и мне нужно чек. Потому что мне... Почему? Мне нужно, мне юрист мой сказал, что мне нужен чек. Так как мне услугу сделали, мне нужен. Почему? Ну, мне нужно. Почему? Я же пришла в салон, я попросила услугу. А кто у вас главный здесь? Ну, а как мне с ним связаться? Мне нужен чек. Девушка, знаете, где вы сделали ваши наращивания? Девушка, ну вы мне испортили волосы. Я ничего вам не испортила. Ну, а как так можно мыть голову, чтобы вот такой колтун сделать? Я могу дать вам номера тела девушек, у кого наращенные волосы, и они часто ко мне ходят. И у нас такого фигуна случилось на разу. Ну, я тоже везде ходила, и в нормальный салон, и сама дома каждый день мой. И у меня почему такого не было? Ну, потому что я вам позвонила, спросила, вы умеете мыть и наращивания волосы? Вы что ответили, да. Ну, почему такое получилось? Ну, почему так-то получилось, если вы умеете волосы мыть? Если вы умели, то такой не получилось. Ну, а с чего взяли, что у меня натуральный волос? Я чувствую, да. Я работаю с волосами. А если у меня есть документ на волосы? Видите, у меня есть значение. Я тоже могу вам сейчас дать документ, что у меня натуральный волос. И мне снимать не надо. Ну, а при чем тут натуральный волос, не натуральный? Слышать не надо. Да, я имею право снимать. Я имею право снимать. Вы имеете право меня снимать. Не имеешь право. Не нужен чек. А кто у вас главный здесь? Мне нужен чек, чтобы мне волосы испортили, чтобы помыли. Мне нужна юрист просит. Да, юристы мне просят, чтобы мне чек выдали. Да, я тоже только что подавала юристу. Потому что у меня сейчас за услуги буду 50 тысяч платить, чтобы подать в суд. 50. За волос, который мне испортили. Поэтому мне нужен чек. Если мне не дадут чек, то я сейчас приду просто с полицией и буду забирать чек с полицией. Если вы по-нормальному мне не отдадите. Мне особенно нравится лицо вот этих мужиков, которые сидят в кресле у Барбара. А вот такое вот лицо, типа, что это за такие разборки просто салонные. Ну, давайте посмотрим, чем тут все закончится. Мне надо было портить волосы. А представьте, какой вы мне геморрой сделали. Вы мне какой геморрой сделали? У меня волосы стоят 30 тысяч. Вы мне их испортили. Вы сейчас мне им портите. Идите туда, куда хотите. Мне ничего не грозит, ладно? Хорошо. Иди, девушка. Меня не снимай, я думаю. У меня была ситуация намного хуже в моей парикмахерской карьере, когда я еще только закончила курс. И ко мне пришла девушка с нарощенными волосами. И она хотела, она нарастила темные нарощенные волосы, хотела из них блонд. И я по своей дурости взялась. Так вот, в процессе осветления оказалось, что часть волос, которые она нарастила, они не натуральные. То есть, это какой-то искусственный волос, типа как пластик. На ощупь очень-очень сильно похожи на натуральные волосы, на такие скорее национальные волосы. Ну и короче, девочка, что было дальше? При нанесении осветляющего состава с порошок плюс 6% окислитель, эти волосы стали портиться. И стали в одной из прямых волосей, они становились вот такими вот мелкими-мелкими, такими вот кучеряшками. И я это увидела, и такой запах, знаете, какой-то горелый начал появляться. Я, короче, сильно испугалась. В итоге я объяснила все клиентке, она абсолютно спокойно, типа, восприняла эту информацию. Она тоже ходила наращивать на дому и как бы волосы ей там эта девочка-парикмахер, получается, придала. Но вот у меня была такая ситуация, поэтому в случае, что парикмахер как бы просто ей помыл, и она типа запуталась, я вообще как бы не удивлена. Но очень часто именно вот эти искусственные волосы подмешивают к натуральным. И на ощупь, там их может быть 30-40%, на ощупь вам будет казаться, что волосы натуральные, на самом деле они типа искусственные. Но в данном случае, вот, если волосы так сильно запутались после мытья, это наводит меня на мысль о том, что там процентов 10 точно было ненатуральных, потому что обычные волосы, ну, даже человеческие, так сильно не могут запутаться. Девчонки, всем привет! Я все-таки хочу рассказать историю с нуля, что же все-таки произошло. 18-19 сентября я пошла в салон «Золотые ручки», чтобы подстричь себе кончики. Мне подстригли кончики довольно-таки нормально, все хорошо, за 400 гривен. Мы упустим этот момент. Мастер Надежда, стилист, которая работает овер дофига времени, сказала, что можно решить мою проблему, с которой я к ней попозже обратилась, просто проконсультироваться. Это вывести желтизну с моих волос. Сейчас даже видно, что он зеленый какой-то. Надя мне вежливо целую в попу, естественно сказала, что да, это возможно сделать за 900 гривен. Я говорю, все супер нормально, волосы, чтобы вы понимали, у меня где-то вот так вот, потому что мы много обрезали. Не было этой длины, которая на фотке. Это цвет. Я пришла на определенный день, который мы договорились, и что мне сказали до этого? Позвонили, сказали, что цена будет где-то не 900 гривен, а 1200-1300. Я сказала, без проблем. Мне главное, чтобы сделали, убрали желтизну и сделали в один тон, выровняли с корнями, как бы, цвет волос. Мне сказали, все хорошо, все отлично. Звонит мне Надя, мы там договорились за время, я сказала, что опоздаю, я приезжаю. И мне Надя сказала то, что она не будет меня делать, будет делать мастер. Только мне никто не сказал, что мастер неопытный. Я доверилась девочкам, думаю, ну все нормально, ну покрасить там, протонировать в один тон, ну думаю, ну все же нормально будет. Мастер Надя сказала, что мы тест прядь делать не будем, потому что и высветляться тоже не будем, потому что это займет очень много времени. Ну я что, пришла, ну я что, пришла, чтобы покраситься. В итоге мне сделали тест прядь на полторы минуты, сказали то, что все нормально, все хорошо будет, давайте краситься. Благополучно мастер уходит, меня начинают красить и сообщают мне о том, что цена будет 1500 гривен, 1000 гривен только за работу. Я сказала, ну типа без проблем, главное сделайте, чтобы было красиво и чтобы я спокойно, с спокойной душой ушла домой. Мы красились в один тон 4 часа, 4 часа. В итоге мы получили вот такой вот блонд с рыжим оттенком и я ушла с рыжей челкой, мы перемывали голову два раза. У меня был очень важный день и уже время как бы было, мы там с двух или с трех до семи почти красились. И у меня просто уже начиналась паника, то что, ну как это, что это получилось, должен был получиться холодный блонд с фиолетовым отливом. Это ну как, просто должны были затонировать эту рыжину. О, жесть, просто получилось, но девочки, дальше у нас следуют разборки в салоне красоты. Две пачки красок, за 1000 гривен она доработала. Ну, во-первых, мы потратили полторы пачки краски, во-вторых, у нас изначально... Анимашка, 350 гривен краски. Надя, подождите, я понимаю. У нас изначально был разговор, что у нас работа будет стоить с покраской 900 гривен. Вы потом мне позвонили, сказали, что будет 1300, было такое? А у нас гривные волосы, да, Надя? Вот. Потом у нас дошло до 1500, и потом вы сказали, что 1000 гривен стоит только работа. Да, чем гривен, да. Да, так вы же мне не сказали, что сначала одна цена была, потом вторая, потом третья. Я же нормально. Я же не знаю, что это пришло, как раз, а у тебя какие-то проблемы. Ну, вот вы же даже месяц... Я тебе скину 1000 гривен, я сейчас заработаю день, я тебе скину 1000 гривен, и все. Ну, и так даже месяца не прошло. Ох, вот эти все разборки в парикмахерской, я их просто обожаю смотреть. Повод того, что клиентка выясняет с мастерами, сколько там это все стоило. И так далее. Но так бывает, девочка, что на фотографиях кажется, что волосы не густые, а любые волосы обычной густоты парикмахеры уже трактуют как супер-супер густые. Поэтому очень часто бывает доплата, и не всегда по фото можно определить густоту. Здесь я понимаю, что повышение цены, но девушку же предупредили изначально про повышение цены, она типа согласилась. Вот, ну, безусловно, неприятно, когда тебя не предупреждают, уже в конце ставят перед фактом. Реально иногда бывают такие ситуации. У меня один раз просто в жизни была ситуация, когда мне не хватало денег, типа, потому что, ну, там в процедуре оказалось, это был маникюр, оказалось, что там больше, получается, ну, это больше, типа, стоило. Поэтому, ну, я с тех пор всегда беру еще с тобой в два раза больше в салон красоты, просто, чтобы не было таких ужасных ситуаций. Ты пришла, блин, покрасить за ржану, просто потонировали тебе. Эта работа стоит дороже, моя работа. Девочка покрасила. Покрасить в один тон? Да, в один тон тысячу гривен. В один тон тысячу гривен? Да, в один тон тысячу гривен за длинные волосы, плюс материал. Брожье маленький, ну, небольшой, типа, город, хоть и областной, и, понятное дело, что чем меньше город, тем меньше стоимость, типа, на услуги, вот, но в Киеве, допустим, таких уже, типа, цен нет, тысяча гривен, это где-то 25-30 долларов, ну, это вообще немного, на самом деле, за такое окрашивание. Давайте посмотрим, тем более в случае с бомб, давайте посмотрим продолжение. У меня фотография, у меня есть, но я понимаю, с чем я пришла. Надь, да, ну, пойми, я не лохушка, блин, понимаешь? Такая как? Нет, если у тебя действительно рыжий был бы, я сейчас тебе бы смыла бы волосы. Так я же не говорила за рыжий, я говорила то, что у меня чудно, я даже сейчас вижу то, что вот он, блин, здесь желтый, здесь рыжий. Все, цвет нормальный, все, у меня не некогда. Ну, он сейчас серьезно? Да, я серьезно, блин, ни фига себе, блин, нормальный цвет, я думала, там, рыжий, я сейчас эти, что надо умывать, блин, ну, что мне сейчас делать? Ну, во-первых, не орите на меня, я нормально с вами разговариваю. Ну, я так поняла, что все закончилось тем, что парикмахера отдала клиенту деньги и отпустила в отсвоясти, чтобы не провоцировать какую-то конфликтную ситуацию в салоне краски. Но, на самом деле, мне всегда так умиляют клиенты, которые считают, что, типа, стоимость окрашивания должна быть равна стоимости краски, потому что, помимо краски, всегда еще есть труд. Это так же, как в маникюре, да, сам там гейлак стоит вообще очень мало, если пересчитать на количество, как бы, использованного материала на вас, да, кажется, что, ну, типа, маникюр, он должен стоить очень-очень дешево, но вы совершенно забываете про труд, который вкладывает и время, да, в мастера, который тоже стоит денег. Поэтому для меня такие ситуации всегда очень-очень интересно, типа, наблюдать, но я считаю, что в данном случае просто чудо, что клиентка ушла вообще нормально, да, и без каких-то синяков под глазом, вот, потому что я думала, что еще немного, и мастер-парикмахер вступит в рукопашный бой с клиенткой. И давайте посмотрим еще одно видео. Это очень частая история, вот, и особенно такое случается, если вас в салоне краски, вам захотели почистить вашу длину порошком, и волосы могут реально отпасть от краски, ну, если вы просто хотите, да, там, пойти в салон краски, очень сильно переживаете, от краски такого не может случиться. Я не знаю, что надо делать с краской, с каким конским окислителем ее надо смешивать, чтобы такое случилось, вот. А от порошка плюс окислитель такое может быть достаточно легко. Вот, девочки, все, всем спасибо за просмотр, спасибо, что были со мной, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, и также у меня есть другие плейлисты с реакциями про окрашивание, есть отдельный плейлист про уход за волосами и про окрашивание в блонд и другие оттенки. Всем спасибо за просмотр и всем пока!